Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Корея стала ближе. Самара подписала соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве. Поддержка для многодетных. В регионе проиндексировали социальные выплаты. К паводку готовы. Ливневые колодцы очищены почти на 100%. Выжить после катастрофы. Самарские спасатели соревнуются за звание лучших. Семиклассник-изобретатель. Разработкой самарского школьника заинтересовались в Германии. Азия стала ближе. В Самаре проходят дни корейской культуры. Это начало долгосрочного экономического сотрудничества с городом Тханьон. Почему именно Самара столь привлекательна для гостей из города, знаменитого рыбным промыслом, узнала Марина Кравцова. Прекрасный город и замечательные люди. Красивые и очень доброжелательные. Яркими впечатлениями о Самаре и ее жителях делятся гости из Южной Кореи. В Самаре они не впервые, но на этот раз программа визита особенно насыщенная. Впереди множество деловых встреч. В прошлом году власти Самары и корейского города Тханьон подписали соглашение о сотрудничестве. Тогда же произошел обмен делегациями, в том числе культурными. И вот новый шаг. С 1 по 4 марта в Самаре проходят дни корейской культуры. В Самаре нас привлекают и культура, и космическая промышленность, и географическое расположение. И надеюсь, в дальнейшем наше сотрудничество будет развиваться не только в культуре и туризме, но и в экономике, и в образовательных программах. Жители Самары смогут познакомиться с лучшими образцами прикладного творчества Южной Кореи на выставке в Деказаря, увидеть выступления творческих коллективов и даже попробовать Корею на вкус. В ресторанах и торговых центрах города пройдут бесплатные дегустации одного из символов страны, свежайших морепродуктов. Культурный обмен – начало перспективного экономического партнерства, которое может стать актуальным для всего Приволжского федерального округа. Я надеюсь, все это послужит серьезным прологом для установления серьезных экономических отношений между нашими городами. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Мы говорим о создании логистического центра по поставке морепродуктов в Поволжье. Мы договорились об обмене, скажем так, в рамках обучения, об обмене чиновниками, которые в течение шести месяцев будут проходить обучение в Самаре и с нашей стороны в Тханьон. Лучшие практики работы будут перенимать и депутаты двух городов. Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, искусства, экономики и туризма подписали Дума Самары с городским советом города Тханьон. Этот визит нам дает уникальную возможность обменяться опытом со своими непосредственными коллегами, с председателем городского совета и депутатами городского совета города Тханьон. Когда в сентябре прошлого года мэр Самары посетил наш город, мы узнали много нового о городском совете Самары и с большой надеждой и волнением ехали сюда с ответным визитом. Когда я увидел своими глазами городской совет, меня восхитило его устройство. За четыре дня корейцам предстоит не только наладить деловые и экономические связи, но и насладиться видами Самары в маршруте знаковые места областной столицы. Оценят гости и туристический потенциал города на Волге. Марина Кравцова, Василий Колдашов, События. С городом Тханьон Самары налаживают не только торговые отношения, но и культурные. В ДК «Заря» открылась выставка, посвященная достопримечательностям города. Эксклюзивные шкатулки из природных материалов, аксессуары и украшения. Почему самарцам стоит побывать в Корее, узнала Алина Чемерес. Например, в тякете можно закрывать все эти изделия. Мы видим, что дети, они только все метают. Это железоцер и украшения. Выставка предметов корейского народного творчества. Главные экспонаты – шкатулки из полудрагоценных камней. Все они из природных материалов, сделаны вручную. Аксессуары, сувениры и даже воздушные змеи. Знакомство с городом Тханьон самарцы начинают с его промыслов. Корейская сумка ручной работы, стеганая. Этой технологии более 400 лет. Вот эта отлично подходит к моему сегодняшнему наряду. Но, к сожалению, забрать ее с собой я не могу. Да и купить тоже. Все это выставочные экспонаты. Но, возможно, в перспективе в Самаре появятся магазины с корейскими товарами. Стилизованное шествие, яркие представления, культурная жизнь Тханьона в фотографиях. На выставке – снимки тех мест, в которых обязательно стоит побывать туристам. Одной из ярких достопримечательностей города является канатная дорога, которая уникальна по своей сути. Она поднимается на высоту более 450 метров. В городе Тханьон есть уникальный национальный парк, который пользуется большой популярностью у туристов. Город портовый. Город добывает многие-многие тонны морепродуктов, которые потом импортируются по всему миру. Если вы посмотрите фотографии, то увидите, что Тханьон – очень красивый город. Он располагается на юге, поэтому там очень тепло. Гости могут отдыхать на пляже, заниматься водными видами спорта. Я думаю, вам у нас понравится. Увидеть диковинные шкатулки, сумки и украшения, а также фотографии достопримечательностей Тханьона можно до 4 марта. А в пятницу и субботу всех самарцев приглашают на концерт камерной музыки. В 6 часов вечера в Доме культуры «Заря» выступит корейский ансамбль звуки Тханьона и творческие коллективы Самары. Алина Чемерес, Станислав Левин, События. С начала марта в Самарской области проиндексированы пособия для семей, воспитывающих приемных детей. Выплата на содержание увеличена на 350 рублей, теперь составляет 7179 рублей. Сумма вознаграждения приемным родителям теперь 3524 рубля. Существенную поддержку получат и многодетные семьи. Подробности в нашем следующем сюжете. Для большой семьи каждый дополнительный рубль – ощутимая помощь, говорит мама троих детей Венера Насырова. Чтобы узнать все изменения в законодательстве, которые вступили в силу с 1 марта, Венера пришла в районное отделение соцзащиты. Одно из ношеств в регионе для многодетных увеличена компенсация за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. Старшая занимается танцами, средняя дочь ходит на музыку, тоже какие-то дополнительные траты. Но малыш еще пока, конечно, не требует таких больших трат, но все же ощущается, что нам помогают эти все выплаты, компенсации. Поддержат и тех, кто воспитывает приемных детей. Теперь в Самарской области семьи, где трое и больше детей, приравнены по мерам социальной поддержки к многодетным. На них распространяется ежемесячная выплата на проезд. Как правило, большинство детей – это школьники. На них распространяется выплата на питание. Мы помогаем оплачивать питание в школах. И на них распространяется компенсация за жилищно-коммунальные услуги. Раньше этого не было, такой помощи они не получали вообще. Также в область установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу – 5000 рублей. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Сотрудники ГАИ просят самарских водителей быть внимательнее на дорогах. Погода в городе переменчивая, возможен гололед. Жертвами непогоды каждый день становятся десятки машин. На улице Дачная в результате ДТП водитель получил сотрясение мозга. Подробности в репортаже Андрея Горгуленко. Инцидент произошел в 12 часов дня. По словам очевидцев, мужчина хотел припарковаться у дома, но попал в яму. Александр Мазалевский, который работает на Дачной 20, рассказывает, что яма здесь появилась недавно. Котлован зарыли грунтом. Дорогу не починили. То есть асфальтового покрытия там нет. Какое-то время грунт просаживался, образовалась, собственно говоря, яма. Как сообщают сотрудники ГАИ, при этом сам водитель нарушил правила дорожного движения. Водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.37. У него не было страховки. И по признакам нарушения водителям пункта 10.1 ПДД РФ принято решение об отказе от возбуждения административного дела. Сотрудники ГАИ советуют водителям быть аккуратнее на дороге в межсезонье. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Вода, уходи. Чтобы паводок не превратил Самару в Венецию, городские службы прочищают от снега, ила и грязи, ливневой канализации. Порядок привели уже больше 65 километров сетей. Как проводятся работы на проспекте юных пионеров и улицы Победы, увидела Алина Чемерес. Главный враг льда в дождеприемниках – горячая вода. Чтобы подготовить ливневые канализации к паводку, важно растопить то, что осталось в них после зимы. В первый день весны на улицах Самары большая чистка. Вода приблизительно градусов 70. Мы его топим, лед, и этим обеспечиваем водоотведение в дальнейшем. Иначе до мая месяца в дождеприемниках лед не растает. Чтобы с приходом тепла Самара не превратилась в Венецию, под землей проведены около 400 километров ливневой канализации. Вода в нее поступает через дождеприемники. Их более 5000. Пока в одном месте рабочие борются со снегом в ливневке, в другом прочищают канализацию от ила и грязи. В первую очередь, внимание улицы, по которым ходит общественный транспорт. Мы ситуацию контролируем во всем городе. Для этого создано, у нас ежедневно работает порядка 15 аварийных бригад. Мы контролируем состояние сети. При возникновении где-то небольших подтоплений мы тут же реагируем, выезжаем. Очищаем от снега наледи сверху, чтобы вода беспрепятственно уходила в сети дождевой канализации. В городе уже очищено 65 километров ливневой канализации. В городе отремонтировано 300 дождеприемников. В порядок необходимо провести еще около 1000 колодцев. На чеку и дорожные службы задача своевременно привести в порядок проезжую часть. За зиму при дорожных полосах скоплюсь достаточно большое количество бытового мусора, который тоже стекает, забивает ливневые колодцы. Их тоже приходится очищать вручную. Фактически, пока не закончится сезон таяни снега и не сойдет, проведется уборка улиц, приводковые части, зимних накоплений данные работы будут проводиться. Городские службы работают с опережением. Расчистить особо опасные участки планируют до середины марта. Алина Чемерес, Максим Гусев, События. Когда отсчет идет на секунды, у спасателей нет права на ошибку. Сотрудники Федеральной противопожарной службы соревновались в профмастерстве. С теми, кто всегда спешит на помощь, встретилась Алина Чемерес. По легенде, здесь случилась авария. В салоне зажаты пассажиры. На место прибыл аварийно-спасательный автомобиль со всем необходимым оборудованием. Рядом дежурит машина скорой помощи. У спасателей на счету каждая минута. Обозначить место аварии, заблокировать колеса, тщательно проверить машину. С этого начинают команды спасателей. Чтобы добраться до пострадавших, разбивают окна автомобиля, пускают в ход гидравлическое оборудование. На выполнение задачи каждой команде дается 45 минут. Но, как правило, справляются пожарные гораздо быстрее. Здесь основной момент отрабатывается оказание помощи до прибытия медицинской. Безопасное извлечение пострадавшего. В данный момент у каждого есть своя легенда, где прописано, что случилось с пострадавшим, какой вид ДТП. Сегодня в машине манекены, но в реальной ситуации на кону жизни людей и права на ошибку нет. Чтобы рука спасателя не дрогнула, когда важна каждая секунда, проводятся соревнования по профмастерству. Сегодня в них участвуют шесть команд. Это лучшие спасатели региона из Самары, Тольятти, Сызрани. На состязании пожарные действуют по алгоритму, но во время реального ЧП, говорят, никакого регламента нет. Всегда приходится ориентироваться по ситуации. Субару и Калина. Произошло столкновение, и после этого в Субару была зажата девушка, причем серьезно была конструкция, а в Калине было три человека, у которых были различные травмы. Каждый спасатель, который прибыл туда, уже знал, что непосредственно он должен делать. То есть мы разделились, я участвовал, непосредственно помогал в разбору Субару, и остальные три человека работали на Калине. Почему? Потому что там было больше пострадавших. Сегодня лучшей стала команда седьмого отряда Федеральной противопожарной службы. Теперь спасателям предстоит защищать честь Самарской области на межрегиональных соревнованиях. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. В Самаре объявили имена победителей конкурса профессионального мастерства «Лидер образования-2017». В этом году свои умения и таланты показали учителя, воспитатели и классные руководители. Кто лучший учитель года, узнала Марина Матвейшина. Владимир Пономаренко работает учителем совсем недавно, три года, но жюри конкурса поразил своим необычным подходом к обучению детей математике. Чтобы увлечь учеников точной наукой с ее сухими законами, Владимир Николаевич использует приемы эффективной рекламы. Прием, я его называю кнопкой, кто крючок, то есть прием, который завлекает детей, увлекает в процесс решения. То есть, ну, я привожу много примеров, но один из таких ярких, прям это пример про квадрокоптер, то есть который летает у нас по классу, то есть мы пытаемся найти координаты точек, это очень интересно. Роботы помогают получать пятерки не только по математике, но и по физике. Воспитанники педагога по робототехнике Сергея Сергеева постоянно хвастаются хорошими отметками в школе. Навыки и умения, которые развивают занятия с такой сложной техникой, учат правильно мыслить, уверен лауреат конкурса педагогов дополнительного образования. Там учат конкретности мышления, в первую очередь, аккуратности в мыслях, то есть нельзя разбрасываться мыслями, вот он пойдет налево-направо, а надо конкретно давать команду, что это двигатель, такие обороты, это другой. То есть там правильности, аккуратности и конкретности мышления. Лидеры образования 2017 – это сразу несколько конкурсов профессионального мастерства педагогов. Это и учитель года, и воспитатель, и классный руководитель. Победителей в каждом конкурсе торжественно награждают сегодня в ДК железнодорожников. Если ты работаешь в образовании, то ты уже по определению лидер. Потому что не может быть учителем человек, который не является первым, который не ведет за собой, которому не доверяют, и который не ставит все новые и новые ступени не только перед собой, но и перед своей аудиторией, перед своими учениками. Небольшая передышка и снова в бой. Лауреаты городского этапа конкурса, лидеры образования, получают возможность участвовать в областном конкурсе. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Весна наступила и в местах не столь отдаленных. Постояльцы 10-й исправительной колонии собирают урожай тюльпанов. В этом году он рекордный – больше 70 тысяч цветов. В том, что даже за решеткой есть место прекрасному, убедился Андрей Горгуленко. Дмитрий Сафонов старший в отделе растения и водства. Раньше цветами не занимался, но быстро всему научился. Признается, что душа радуется, когда видит результаты работы. Конечно, радует, когда трудишься, делаешь. Вон, было бы желание, если есть желание. А остальное все вырастет. Работают за решеткой за деньги. Однако только часть их капает на счет. Большая часть уходит на содержание самих осужденных. Кто-то выплачивает компенсации по решению суда. Но деньги здесь не главное. Такая работа помогает не забыть, что за пределами зоны есть жизнь. Есть животноводческое хозяйство, есть сельхозучасток, птицы, кролики, гуси, утки, птицы. Соответственно, помимо этого производства у нас еще есть производство муки, разлив воды, минералка, автосервис. Здесь изготовлены железобетонные изделия, то есть производство разного типа. Это одна из форм трудового воспитания. В данном случае, я думаю, что и самим осужденным это гораздо более приятно, нежели какая-либо другая работа. Я думаю, они выполняют данную работу с удовольствием, получают в том числе эстетическое, духовное, так скажем, наслаждение от выполнения ими данной работы. И видят результат своего труда. Тюльпанами в 10-й справительной колонии занимаются уже второй год. В прошлом году работала только одна теплица, сейчас уже три. Это позволило посадить 75 тысяч луковиц. Цветы в основном пойдут на продажу, ну а 8 марта тюльпаны получат в подарок женщины в погонах. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Изобретением самарского школьника заинтересовались в Германии. Семиклассник вместе с дедушкой создал прибор, на котором можно сверлить отверстия в пробках для колб. Пока установка единственная в мире. С ее помощью создать необходимые лекарства можно гораздо быстрее. С юным изобретателем встретилась Алина Чемерес. Вставляем сюда. Потом берем проставку такую, чтобы не портить основное устройство. Зажимаем. Чтобы эксперимент прошел удачно, колба должна быть герметичной. Поэтому в пробке должно быть ровное отверстие. А создание установки, с помощью которой его можно просверлить, ученый Александр Пыжов задумался еще в 80-е. Обычно, рассказывает, это делают вручную. Процедура занимает много времени. Плюс есть риск поранить руку. Транспортировать какое-то газообразное вещество в другую емкость. Но вот эта стадия, она, в общем, вспомогательная. Наше устройство, оно снижает время на эту вспомогательную стадию и увеличивает основное время для проведения каких-то основных химических реакций. Сам процесс доработки, разработки ускоряется. И к людям это лекарство, например, если придет быстрее. Сейчас, когда пробка плотно закреплена в устройстве, просверлить ее сможет даже ребенок. И отверстие получится нужного диаметра. В таком виде прибор появился только в прошлом году. И пока он единственный в своем роде. В создании незамысловатой установки ученому помогал первый соратник и верный товарищ, внук Илья. Когда мы сверлили, то сразу выявляются всякие проблемы. Что, например, как сказал дедушка, просверливается дно и скользит она. Ну вот я предложил подставки, чтобы сменная дощечка была, чтобы не просверлить устройство. Семиклассник Илья Янов познает мир вместе с дедушкой. Вместе наблюдают солнечное затмение, изучают божьих коровок, путешествуют. По словам ученого, главное – развить в ребенке любознательность. Благодаря семейному увлечению наукой имя семиклассника уже значится в патенте, которым сразу же заинтересовались в Германии. Они готовы найти предпринимателя, который взялся за производство этих устройств. А для этого мы должны это устройство запатентовать там. Сотрудничество ему готово. Дороговато это стоит. Свою установку, которая пока единственная в мире, разработчики решили передать в дар 64-й школе, где учится юный изобретатель. За ним стоит мощная стена в виде семьи, в виде дедушки, который ему помогает. Ну и сам Илюша, он уже развивается в нужном направлении. В направлении физики. Сейчас он пишет новую работу по астрономии. Теперь Илья занимается разработкой защитного купола для лунной базы, где могли бы жить космонавты. Свой амбициозный проект юный ученый представит в этом году на научной конференции «Взлет», которую проводят специально для талантливой молодежи. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Битва умов. Любители пошевелить извилинами сошлись в интеллектуальном поединке. На фестиваль по игре в шахматы, шашки и бридж собрались больше 200 человек. В схватку интеллектуалов вступили и сотрудники нашего телеканала. За игровой стол села и Алина Чемерис. Шашки наиболее понятная и знакомая для всех игра. Я тоже решила принять участие в турнире. Мой оппонент, ни больше ни меньше, международный гроссмейстер по шашкам, двукратный чемпион мира Олег Дашков. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Партия закончилась, не успев начаться. 58 секунд, друзья. Я проиграла. Спасибо за партию. От знакомых с детства до малоизвестных. Бридж, преферанс, шашки, манджонг. Участники признаются, во время турнира действительно кипят мозги. На битве умов собрались более 200 человек. За игровыми столами напряженная борьба. Партии длятся 10 минут до нескольких часов. Игра ГО – одна из самых распространенных среди любителей пошевелить мозгами. Игра черными и белыми камнями. И основная цель в этой игре – оградить как можно больше своей территории. Это игра в огораживание. В эту игру еще играли древние императоры. И для них это было очень символично. Они строили большое государство. Им надо было удерживать надежно свои границы. И в игре они тренировали свои навыки по управлению страной. Турнир по шахматам проходит при поддержке Самарского отделения Союза журналистов. Сделать ход конем решили и сотрудники СМИ. Интеллектуальную честь телеканала «Самаргиз» защищает Борис Кобзев. В турнире он занял четвертое место. Игра сложная, потому что здесь миллионы вариантов этой игры. И нужно постоянно делать просчет ходов на несколько вперед. Нужно обдумывать не только ходы, но и комбинации. Игра захватывающая. У судьи задача, конечно, следить за всем. Во-первых, чтобы все началось правильно и хорошо. И чтобы протекало. Потрогал фигуру, не сходил, переключил, не пошел. Сделал невозможный ход. А все-таки мы должны соблюдать эти правила. Ну, а элементарные такие, как сыграл партию, не сообщил результат. Ну, тоже непорядок. Мы же сидим и ждем. Фестиваль интеллектуальных игр проходит в Самаре уже в 13-й раз. За эти годы в нем поучаствовали более 5000 человек. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Первая премьера этого года на сцене театра оперы и балета. Зрителям представили новую концертную программу «Гранд Апилетто». Это лучшие номера из советских музыкальных комедий. На генеральной репетиции за день до премьеры побывала Валерия Макарова. Этот пульт на время репетиции и выступлений становится мозговым центром театра. А его хозяин, как закулисный дирижер, управляет работой огромного организма. Отсюда держат связь с оркестром, осветителями, звукорежиссерами и механиками. Артистам подсказывают время выхода. Система работает слаженно, чтобы зритель получил то, за чем пришел. Ведь весна идет, и хочется порадовать, поднять настроение. Потому что все приходят к нам в театр за настроением, за эмоциями. Ну что-то вот такое, чего вот может быть в серую погоду какую-то не хватает. А приходят к нам и все замечательно. Это генеральная репетиция «Гранд Аперетто» – новой концертной программы, какой еще не видел зритель академического театра. На дне здесь напряженно работали больше двух месяцев. И сегодня впервые репетируют в костюмах и с оркестром. Сделайте мне эту штуку, чтобы она работала, пожалуйста. Проект «Гранд Аперетто» – это набор сцен из разных оперет, классических и советских. Вслед за музыкой Чайковского, Верди и Пучини на сцене звучит Штраус Олигар. Весь театр работает на эту премьеру. Солисты оперы, хор, балет, оркестр, костюмеры, режиссеры и декораторы – всего более 400 человек. Каждый номер программы создавался с нуля, специально для концерта. Оперным артистам в этой постановке пришлось нелегко. Если жанр оперы не предполагает танцев солистов, то в Аперетте другая динамика. Танцы здесь 50% успеха. Артисты оперы и артисты Аперетты – это две полярные большие разницы и по голосовым данным, и по физическим данным. Но ничего страшного, мы пытаемся освоить новый жанр для нас. И я думаю, что это удачно. Мне кажется, вы успели посмотреть, что мы стараемся. Премьера «Гранд Аперетты» состоится 2 и 4 марта в Театре оперы и балета. Артисты уже в нетерпении показать зрителям новую программу. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова